Максимальная собранность, но волнение в глазах. Пронести переходящее знамя президента – честь для любого из этих мальчишек. Перед торжественной церемонией все движения несколько дней оттачивали на плацу. Во второй раз за свою семилетнюю историю Новороссийский казачий кадетский корпус становится лучшим в России. Сегодня поздравить учеников и преподавателей приехали председатель Совета при президенте по делам казачества, министр образования страны и губернатор. Весомым подарком стали и призовые 3 миллиона рублей. Но самым большим поощрением могло бы стать выступление кадетов в параде победы на Красной площади. Вениамин Кондратьев попросил Александра Беглова подумать об этом для новороссийских казачат, лучших в этом году в стране. А если вот учитывать, что знамя-то сегодня у новороссийских кадетов, может быть, все-таки можно при вашей поддержке? Владимир Владимирович хорошую идею подал, мы о ней не думали. Но в принципе можно подумать, можно устроить смотр-конкурс на лучшую строевую подготовку. И победитель этой строевой подготовки на Красной площади... Ну а вообще, конечно, высшая награда будет погибла на знамени, то есть это возможность пройти. Систему образования казачьих кадетских корпусов условно можно разделить на две части. Общеобразовательная подготовка, сюда поступают после седьмого класса, и обучение наукам военным. Ведь основное предназначение казаков, как и сотни лет назад, осталось неизменным. В случае необходимости встать на защиту Отечества. Честь здесь ценят превыше всего. На Кубани профессиональных казаков готовят в шести кадетских корпусах в нескольких районах края. Но система обучения будущих атаманов, по сути, начинается еще в детстве. Практически во всех школах региона есть казачьи классы. Дело добровольное, но уже сейчас во многие из них выстраиваются очереди. Опыт Кубани мог бы прижиться и в стране в целом, замечает министр образования Ольга Васильева. Задача какая? Не только воспитание действительно гражданина, патриота. Ведь они начинают в 8.30, и в 15.30 заканчиваются занятия. Потом доп. занятия, дополнительные занятия. И за каким они чувством восхищения рассказывают о том, что делают потом. И в спорте, и в музыке, и в танцах. И это все делается на очень высоком уровне. У меня сразу возникает вопрос, во многих ли школах России мы с вами можем подобное встретить? Сразу отвечаю, не во многих. Если говорить о новороссийском казачьем-казахском корпусе, то они второй раз побеждают. Первый раз в 2013 году победили, сегодня в 2016 году. Это большая честь, это подтверждение успеха. Система подготовки казаков на Кубани доказала свою эффективность. Больше половины выпускников кадетских корпусов поступают на службу в армию, полицию и ФСБ. Профессионально подготовленные парни востребованы по всей стране. Из-за этого, к сожалению, часть из них уезжает из региона, замечает губернатор. Образованное казачество должно приносить пользу и своей малой родине. Для этого создаются все условия. Кадеты – это не только будущее казачества. Я убежден, это будущая элита нашего края, нашей страны. Они воспитаны на традициях наших дедов, отцов, на нашей культуре. Посмотрите на этих ребят. У них горят глаза, когда они поют казачьи песни, когда они сегодня выступали, когда они танцевали. Они этим живут, поверьте, они этим будут жить. В этом-то и смысл казачьих школ, казачьих классов и казачьих кадетских училищ. В том, чтобы ребята четко осознавали, что они не без родов и без племени. Они потомки великого народа. И их задача – эту жизнь сохранить, приумножить и передать своим последующим поколениям. Они это смогут. Поэтому за ними будущее. Закладывается в обучение принципы, достаточно серьезные принципы. Это уважение к старшим, уважение к труду, любовь к своему отечеству и готовность защищать свою родину. Это очень и очень важно. То есть, понимаете, здесь заложены вопросы военно-патриотического, нравственного и трудового воспитания. Имея такие традиции, кадеты Новороссийского казачьего корпуса пообещали стать лучшими в России и в следующем году, оставив переходящее знамя президента у себя. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Артур Завада, Кубань-24, Новороссийск. Субтитры создавал DimaTorzok